Информационная программа новости в эфире. С вами в студии Лена Маврина. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Активный участник школьных муниципальных республиканских мероприятий. Отгремел выпускной бал. Впереди дорога в большую жизнь. Зайнская делегация приняла участие в республиканском Сабантуе в столице республики. В гаражном обществе путник загорелась свалка. Ну а сейчас подробности. Зайнская отправила в большую жизнь вчерашних школьников. Для 133 выпускников 11 классов прошел выпускной бал. Главное торжество прошло традиционно на площади Дворца культуры энергетик. Под бурные аплодисменты. Общая фотография на память. Волнительный, немного грустный, вместе с тем полный надежд и ожиданий выпускной бал. Позади экзамены, в руках заветные аттестаты с оценками, которым они шли 11 лет. И вот он наступил, последний школьный выпускной. В прошлом останутся уроки, перемены, школьные праздники. Многие из вас испытали себя в различных конкурсах, олимпиадах, расширили круг общения. И каждый, наверное, уже сделал свой первый в жизни ответственный шаг. Решил, на каком профессиональном поприще он сможет реализовать себя. Уже в полном блеске вечерние наряды, отглаженные рубашки и чуть ли не хрустальные туфельки. Рядом родители, которые вместе с учителями вели их к этому торжественному моменту долгих 11 лет. Дорогие выпускники, вместе с учителями мы сегодня провожаем вас во взрослую жизнь. Дорога будет нелегкой, но мы уверены, вы справитесь, а мы будем рядом. С праздником, в добрый путь! В этом году 21 выпускник заинских школ закончил учебу с золотой медалью. На импровизированную сцену поднимаются отличники учебы, лучшие спортсмены, участники научных, патриотических, творческих конкурсов, те, кто своими достижениями прославлял родную школу. Выпускников наградили в номинациях «Золотой фонд», «Олимпийские резервы», «Служу Отечеству», «Удохновение творчества», «Лидер». Для награждения приглашается Сахабутина Файдар Азатович, выпускник заинской школы номер два, его мама Люция Расиковна и папа Азат Альбертович. Файдар – активный участник школьных муниципальных республиканских мероприятий, участник и победитель первенства республики по хоккею. Вместе со школой для них в этот вечер закончилась и беззаботная пора, и перевернута еще одна страница большой школьной книги, читать которую начинают с букваря. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска. 23 июня в Заинске во всех школах прошла церемония вручения аттестатов об окончании средней школы. Из 133 выпускников в Заинском районе 21 закончили школу с медалью. Наша съемочная группа побывала в школе, где самое большее число медалистов. К выпускникам школы номер 6 обратился с напутственным словом глава района Разив Каримов и пожелал ребятам успехов на дороге в большую жизнь. Это учебное заведение в этом году лидер по количеству медалей за особые успехи в учении. Из 26 выпускников 8 закончили школу на отлично. Вы выдержали очень сложный путь, очень тяжелый и термистый, особенно в последние два года. Наконец-то завершилась реалити под названием ЕГЭ. Вы достойно все прошли это испытание. Вы сегодня действительно улетаете от нас, но мы всегда вас ждем. Вчерашним школьникам вручили аттестаты под аплодисменты родителей и педагогов. Впереди у всех ответственная пора на поступление в вузы. В этом году 21 выпускник заинских школ закончил учебу с медалью за особые успехи в учении. Самый высокий результат на едином госэкзамене – 97 баллов. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заянска. В Заянском политехническом колледже состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. В Заянске политехнический колледж выпустил очередной выпуск. 132 специалиста получили дипломы. Церемония вручения прошла на сцене актового зала. Будущих специалистов поздравил глава района. 132 высококвалифицированного специалиста вольются в нашу народную экономику, в народное хозяйство. Всегда в школе уж говорим – добро пожаловать в взрослую жизнь. Конечно, она еще не совсем взрослая, когда выпускаешься из школы. А вот когда выпускаешься из ущипного заведения, который где-то получил специальность, конечно, это во взрослую жизнь. Пятая часть выпускников закончила учебное заведение с красным дипломом. Ежегодно Заянский политехнический колледж выпускает более 100 квалифицированных специалистов. В Заянске на предприятии уже ждут этих ребят. Все они проходят практику в родном городе. Это электрики, трактористы, повара швеи. В этом году все выпускники у нас сдавали демонстрационный экзамен. Все сдали хорошо. Мы очень рады, гордимся этим. В течение учебного года ребята активно принимали участие в различных мероприятиях различного уровня, показали хорошие результаты. Многие из ребят планируют продолжить учебу в вузах. Среди них и Максим Саврушев. Годы учебы пролетели незаметно и немного грустно, что этот этап остался позади. Что-то немножко пустота, как будто. Вот что-то не хватает. Все это время надо было на учебу, занятость. А тут как-то освобождается. Надо заполнить это все равно, пойти в институт. Сегодня политехнический колледж стал для Заянска кузницей кадров. Трудоустроить в родном городе готовы все 100% выпускников. Заянская делегация под руководством главы района Разифа Каримова приняла участие в Сабантуе, столице Татарстана, который состоялся на главной площадке Казани в Березово-Роще. Ярким, красочным и зажигательным встречала в Заянской подворье гостей на республиканском Сабантуе. В Заянской подворье это быт, обычаи и традиции культуры. Национальные особенности народов, которые проживают на территории района, успехи и достижения. Каждое сельское поселение встречало гостей национальным блюдом Кастабы. Изюминка в том, что в каждом, а это целых 22 вида, по числу поселений Заянского района была своя начинка. С собой мы привезли также 22 вида Кастабы из 22 поселений нашего района. Все хозяйки очень старались, чтобы угощать народ на праздники. Здесь же заянские кулинарные мастерицы показали мастер-класс, как испечь самые настоящие татарские Кастабы. На каждой точке можно было угоститься национальными блюдами, отведать варенье, блины с полужару сразу из печи. Мне очень понравились блины и спички. Я давно не пробовал такие. А еще попить душистый чай на травах. Гостей праздника пригласили на всевозможные мастер-классы. Резьбы по дереву, изготовление курая, по народным танцам, выставку пчеловодов, древние мельницы. Желающие могли попариться в настоящей бане. По дворе были представлены жилой дом и хозяйственные постройки. Кряшин и татар, которые демонстрировали этнические элементы быта. Они привели нас в восторг. Во-первых, очень весело, во-вторых, организованно, в-третьих, вкусно. Я купила себе сувенир. И мы из Приволжского района знакомимся с местными и фермерами, и мастерами ручной работы. И получаем удовольствие от этого. Посетил Заянское подворье, райис республики Татарстан, Рустам Мениханов и почетные гости. Заянцы подарили гостям праздника праздничное настроение и положительные эмоции. Задержался глава республики у Майдана, где Заянскому подворью было оказано доверие провести предварительные схватки республиканского сабантой по борьбе Курэш. Официальная часть прошла на Майдане, где гостей ждало музыкальное представление и поздравления. Раиса республики, Рустам Мениханова с праздником. В этом году на территории Заянского района произошло 86 пожаров. Большая часть из них, 69, приходится на ландшафтные. Это горение мусора, сухостое, несанкционированных свалок. 27 июня такой случай произошел в гаражном обществе «Путник». Клубы черного дыма в городской черте сразу привлекли внимание. Огонь разгорелся быстро в гаражном обществе «Путник». Людей утром было много. Сигнал о возгорании поступил в единую диспетчерскую службу в 7.30. На место выехали дежурные караулы пожарно-спасательного гарнизона и пожарной части 41. На площади 30 метров квадратно горит заброшенный мусор в гаражах. Личный состав приступил к тушению. Оба хода работают со стволами. Подали два ствола. Сейчас уже произошла локализация, придет проливка. Пожарным пришлось тушить сразу два очага возгорания. На несанкционированной свалке того, что хорошо горит, оказалось предостаточно. Это доски, бумага, старая мебель, старые автомобильные шины. На таких свалках очень много стекла. И при солнечном отражении оно может вспыхнуть, как зажигалка. В этом году стоит очень сухая погода. Из-за этого пожар на большой площади может вспыхнуть в одно мгновение. Тушение пожара осложняло и то, что свалки оказались в зарослях. От открытого пламени загорались и кустарники. Что стало причиной пожара, выясняют специалисты. На тушение огня ушло около часа. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска. 24 июня в Заинске прошла очередная операция «Тоннель». К административной ответственности было привлечено пять участников дорожного движения. Из них за нарушение требований оформления ОСАГО два водителя. Два водителя не использовали ремни безопасности. Один управлял автомобилем без права управления транспортным средством. Мусульмане всего мира 28 июня отметят Курбан-Байрам. Главное торжество в Заинске пройдут в Центральной городской мечети. Главный праздник в исламе Курбан-Байрам ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-Хиджа. В этом году эта дата выпадает на 28 июня. Главное торжество пройдет в Центральной городской мечети имени Тажидина Илчегола. В 5.30 состоится чтение Священного Корана. Затем прозвучит проповедь на русском языке и праздничная проповедь на татарском языке. Гостей мероприятия поздравит глава Заинского муниципального района Разив Каримов. Далее праздничный намаз. И в 7.30 начало заклания Курбана. В среду в честь празднования Курбан-Байрам объявлен выходным днем. Елена Маврина, Максим Майоров, новости Заинска. Это было все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Ну и прощаюсь с вами. До встречи. По прогнозам синоптиков, 28 июня в Заинске будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Температура воздуха днем 26, ночью 13 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...